Здравствуйте друзья! Секретные технологии СССР. Проект Солнце. Спасибо всем, кто донатами поддерживает наш канал в это трудное время. А мы будем продолжать радовать вас новыми видео. Почти наверняка вы не слышали об этом грандиозном проекте великой страны СССР. Комплексе Солнца. Это безумная по своей затее инженерная конструкция расположена в Паркенском районе, в предгорьях Теньшаня, около 45 километров от Ташкента на высоте 1050 метров. Территорию Узбекистана, который тогда входил в состав СССР, выбрали не случайно. Для такого рода комплекса требовались особые условия, и здесь они соответствовали основным научным требованиям. Во-первых, весь объект должен быть расположен на целостном скальном массиве, чтобы избежать разрушений во время землетрясений, и при любых толчках земной коры не терялось установленное направление гелиостатов на концентратор. Во-вторых, на этой территории в течение года более 270 дней качество направленного солнечного света соответствует нужным параметрам. И самое главное, на такой высоте в атмосфере очень мало пыли, ведь этот комплекс рассчитан на работу со сверхчистыми материалами. Гелиокомплекс «Солнце» — гигантская солнечная печь и величайшее достижение советской науки тепловой мощностью 1000 кВт. Строительство комплекса «Солнце» началось в далеком 1981 году. Инженерная разработка такого сооружения стоит совершенно безумных денег и была возможна только при Советском Союзе. Зато эксплуатация получается практически бесплатной. На солнечной энергии в течение дня в печи может создаваться контролируемая температура значением до 3500 градусов Цельсия. Величие и мощь гелиокомплекса «Солнце» состоит не столько в футуристических формах сооружения, сколько в функциональных возможностях, ведь и эта установка способна поднять температуру в печи до 3500 градусов Цельсия в считанные секунды, используя лишь энергию светила. Объект этот состоит из параболоидного концентратора из более чем 10700 зеркал размером 50 на 50 см каждая, технологической башни и улавливающих солнечный свет 62 гелиостатов размером 6,5 на 7 метров, расположенных каскадом в шахматном порядке. Основное параболическое зеркало размером 54 на 54 метра формирует сфокусированный луч диаметром 1,2 метра. В центре за зеркальным полотном расположено помещение исследовательского центра, откуда ведется наблюдение за процессом плавки металлов. Повторюсь, общее количество зеркальных элементов на концентраторе 10700 штук. Гелиостаты управляются с помощью датчиков, изменяя свое положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях в зависимости от расположения Солнца. В технологической башне напротив концентратора расположена сама печь, а также специальный шторно-щелевой затвор, который позволяет получить луч нужной формы и контролирует длительность температурного воздействия. Так значит гиперболоид все-таки существует? Внутри технологической башни расположена большая солнечная печь. Большая солнечная печь представляет собой сложный оптико-механический комплекс с автоматическими системами управления, состоящий из гелиостатного поля и параболоидного концентратора, формирующих в фокальной зоне концентратора стационарный поток энергии высокой плотности. Площадь, отражающая поверхности гелиостатного поля – 3020 квадратных метров, концентратора – 1840 квадратных метров. Температура в фокусе лучей концентратора превышает 3000 градусов Цельсия. Это самая большая солнечная печь в мире. Естественно, такие сверхвозможности никто не использует ради банальной переплавки металлов. Они применяются в научных целях, поскольку испытания техники и материалов, которые задействованы в авиационной и аэрокосмической индустрии, невозможно провести в обычных условиях. Например, для создания обшивки космического корабля или орбитальной станции надо точно знать, как корпус объекта переносит нагревание при постоянном воздействии солнечных лучей и как реагирует на резкое снижение температуры. Всем понятно, что без гелиокомплекса провести подобные исследования не удастся. Хотя такие установки запросто можно использовать в разнообразных целях, скажем, для выработки электроэнергии, водородного топлива или создания наноматериалов, а также плавки стали и других высокопрочных материалов. Кратко о создании комплекса и о задачах по развитию фундаментальной науки, которые выполняются комплексом Солнца. На базе подразделения ФТИ в 1956 году создан Институт ядерной физики. В 1967 году Институт электроники. В 1986 году на базе Института организованное научно-производственное объединение «Физика Солнца». В 1987 году на основе научно-технических разработок Института под руководством академика Азимова введен в эксплуатацию уникальный оптико-зеркальный комплекс с большой солнечной печью, тепловой мощностью 1000 кВт. Несмотря на то, что Советского Союза уже давно нет, Институт Солнца переименовали в физико-технический институт НПО «Физика Солнца» Академии наук Узбекистана. И он в том же режиме вдохновенно занимается исследовательской работой, регулярно экспериментируя с солнечными панелями, наноматериалами, оптоэлектроникой и многим другим. Физико-технический институт в настоящее время выполняет фундаментальные исследования и осуществляет научно-технические разработки по четырем направлениям. Физика высоких энергий, изучение фундаментальных законов взаимодействия частиц и ядер при ускорительных энергиях и сверхвысоких энергиях космического излучения. Физика полупроводников, исследование физических процессов в полупроводниковых материалах и структурах с целью создания технологий эффективных фотопреобразователей, фотоприемников и различных высокочувствительных датчиков. Преобразование солнечной энергии, развитие основ прямого, термодинамического и теплового преобразования солнечной энергии и разработка конструкций высокоэффективных гелиотехнических установок. Теория твердого тела, исследование нелинейных волновых возбуждений в конденсированных средах и оптических системах. В процессе использования комплекса удалось осуществить ряд прикладных задач среди практических разработок НПО «Физика Солнца». Изготовление корпусов предохранителей типа ПН-2 на 100, 250, 400 А. Опытных партий корпусов предохранителей ПКТ-10. Разработка составов высоковольтного электротехнического фарфора. На основе разработанных керамических масс отлажено производство колодок к электроутюгам. Разработка и создание комбинированной системы получения водорода, электрической энергии и высокотемпературного пара одновременно. Разработка и создание малых солнечных печей мощностью 1500 Вт, которые в рамках международных договоров поставлены в Институт металлургии в Каире и Институт порошковой металлургии в Хайдарабаде . Для текстильной промышленности выпускаются более 30 видов нитеводителей и нитинаправителей. Для медицины разработаны инфракрасные излучатели, применяемые при лечении различных заболеваний, а также для стерилизации хирургических и стоматологических инструментов. Для нефтегазовой промышленности выпускаются элементы керамического понтона, используемые в технологическом процессе хранения нефти и нефтепродуктов с целью снижения потерь, связанных с испарением легко летучих фракций. Выпускаются фарфоровые шары для адсорбентов, циолитовой очистки газа, опытные керамические фильтры для очистки природного газа от различных примесей. Разработаны керамические плитки керамогранит на базе местного сырья и отходов производства. Разработаны и созданы различные виды энергосберегающих сушилок с эффективностью 30-50%. Преимущества солнечной печи Благодаря системе зеркал и концентраторов появилась возможность поднятия температуры свыше 3500 градусов буквально в считанные секунды, что позволяет получить на выходе чистые материалы без примесей. Гелиосистема способна обеспечить мгновенное изменение температуры, что позволяет досконально исследовать влияние термических ударов на материалы. Экологическая безопасность обеспечивается за счет того, что объект, который проходит исследование, нагревается только излучением. А это значит, что печь не производит никаких загрязняющих элементов. Комплекс солнца не только уникальнейший высокотехнологичный объект, это также произведение архитектуры. Нынешнее научное заведение также занимается и коммерческой деятельностью, ведь современные технологии как никогда нуждаются в особо точной оптоэлектронике, чистых полупроводниках, спецкерамике, сверхточных элементах для создания медицинского оборудования, и медтехники и т.п. В последнее время стал популярным еще и туризм. Туристические фирмы организовывают захватывающие однодневные экскурсии, чтобы все желающие могли собственными глазами увидеть величие Института Солнца и его уникальной печи. Во времена Советского Союза создавалось немало грандиозных научных и военных проектов. Некоторые объекты без преувеличения действительно можно было причислить к величайшим достижениям человечества. А в современной России есть подобные проекты.